Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. То, что в анонимке написано, это еще не значит, что она не является доказательством. Это есть просто основание для проведения проверки. Доказательством могут быть конкретные показания граждан, которых как раз и не хватает. Мы знаем, например, что тот человек уходит от налогов, платит в конверте, но все работники нет, 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 никакого соцпакета они не получают. Но настолько держатся хотя бы за то, что есть, что мало кто дает показания. За полгода после вмешательства прокуратуры работодатели погасили задолженность по зарплате в 75 миллионов рублей. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше тысячи должностных и юридических лиц. Возбуждено 10 уголовных дел. Экономика. На 101 ФМ. В СМИ заговорили об уходе еще одного арендатора из Джиммола. На этот раз речь идет о якорном арендаторе детском мире, пишет портал Киров.нет. Со ссылкой на свои источники он сообщает, что причиной может стать рост арендной платы, которая привязана к курсу доллара. Также у издания есть сведения о том, что Детский мир собирается открыть в Кирове еще несколько магазинов, два из них уже согласованы. Вопрос о переезде из Джимола до этого времени якобы серьезно рассматриваться не будет, утверждают источники издания. Добавлю, что в последнее время в торгово-развлекательном комплексе на Герцена закрылось несколько крупных магазинов обуви и одежды, а также ряд кафе. Детский мир работает в Джимоле с самого открытия весной 2011-го. Пограмма «Экономика». Треть кировчан поддерживают неформальное собеседование. Это выяснили специалисты портала Headhunter. По его словам, среди тех, кто предпочитает необычный формат оценки навыков и знаний, при найме на работу, половина – за встречу в баре или ресторане или на природе. Каждый пятый считает, что оценить сотрудника можно на совместных занятиях спортом. Большинство приверженцев нестандартных способов отбора работников – молодые люди. Между тем, кировские компании все же предпочитают обычные методы оценки соискателей. Собеседование – 92% и тесты – 40%. Стрессовое интервью проводят 7% в компании участников опроса, 3% проверяют знания иностранного языка. «Экономика» на 101 ФМ. В завершении о валютах доллар накануне подрос на 24 копейки, курс на сегодня 66,72. Евро, наоборот, снизился на 20 копеек до 74,85. Ольга Болезина, Новости экономики в Кирове.